Всем огромный привет, мои дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я буду пересаживать свои фикусы бенджамена. У меня довольно-таки крупные растения, 3 экземпляра. Я сегодня их собираюсь пересадить. Не пересаживала я эти растения 3-4 года. То есть они вот просто росли в своих горшках. 3-4 года я их просто поливала. Один раз в неделю я их поливала. Фикусы бенджамена должны стоять возле окна, но на них не должен попадать солнечный свет. То есть прямой солнечный свет не должен попадать, потому что листочки просто-напросто сгорят. Фикусы бенджамена нельзя резко переворачивать. То есть, например, они стояли-стояли, да, а потом вы взяли и решили их повернуть на другую сторону. Этого делать нельзя. Первую неделю на 20 градусов повернули, подождали. Потом еще на 20 градусов повернули, потом еще подождали. Резких движений вот с этими, да, растениями нельзя делать, потому что у них могут опасть все листья. Если по какой-то причине опали листья у фикуса бенджамена, вы не отчаивайтесь, продолжайте ухаживать за ним, как ухаживали, поливайте, подкармливайте. И на 99% листочки пойдут в рост, не переживайте. Обрезаю я свои фикусы, вон там они сзади стоят, очень редко, крайне редко. Обрезаю только те веточки, которые уже высохли, да. А так они у меня растут. В принципе, форма устраивает. Иногда, конечно, у них и листочки опадают, и листочки желтеют. Но я, в принципе, не отчаиваюсь, да, потому что листочки вырастают новенькие. Итак, я уже подготовила горшки. В принципе, я вот два фикуса буду сажать в довольно-таки большие горшки, а третий фикус буду сажать в тот горшок, который освободится от предыдущего фикуса. Сейчас я вам все поближе покажу. Конечно же, расскажу, как я буду их пересаживать. Так что, если вам интересно, то оставайтесь со мной и смотрите. Вот таким образом выглядят фикусы. Довольно-таки уже взрослые такие большие растения, поэтому мне придется пересаживать их прямо на полу. Как вы видите, один фикус, да, со светлыми листочками, видите. А два остальных фикуса с темными листочками. Я их еще периодически, наверное, раз в месяц купаю. Прямо ставлю в ванну и ополаскиваю вместе с листочками. Так, смотрите, вот эти два фикуса я пересажу вот в такие большие горшки. Я уже подготовила, сделала отверстие. Вот два горшка. А вот этот фикус я пересажу вот в этот горшок. Вот этот горшок мне больше не понадобится, потому что он неудобный, видите. Поэтому мне этот горшок не понадобится. Я не знаю, наверное, отвезу на дачу. Ну что ж, давайте, наверное, на каком примере я вам покажу. Давайте, наверное, вот на этом примере, на этом растении я вам покажу, как я буду пересаживать фикус. Я уже подготовила землю. Подготовила вот такой дренаж. У меня вот мелкий дренаж есть. И вот такой довольно-таки крупный дренаж. Дренаж нужен обязательно. Я купила вот такой питательный грунт. 100% готов к применению. Цветочный. Специальный питательный состав. Сначала подготовлю горшочек. Как я уже сказала, да, я здесь делаю отверстие, чтобы вода не застаивалась. Высыплю дренаж. Питательного грунта понадобится примерно вот такое количество. Новый подготовленный горшок я пока отставлю в сторону и буду вынимать растения из старого горшка. Аккуратненько кладу на пол растения. Вот посмотрите, как выглядит корневая система у фикуса Бенджамена. Буду потихонечку тянуть растения и освобождать от горшка. Вот эту старую землю, которая уже не питательная, я немного стряхиваю. Нужно делать это аккуратно, потому что у фикуса Бенджамена очень, как вы видели, да, очень тонкие корешки. Также освобождаю корни от старого дренажа. Вот таким образом я ставлю растения. Буду вот это пространство полностью засыпать новым питательным грунтом. Питательный грунт обязательно утрамбовываю. После пересадки обязательно нужно полить растения тепленькой водой. И вообще фикусы нужно поливать теплой водой, а не холодной. Нужно растения поливать до тех пор, пока водичка не потечет в поддон. Ну что ж, я пересадила первое свое растение. Сейчас пересажу два следующих растения. Сейчас включилось. Посмотрите, хотела вам показать корневую систему второго растения. Видно, что корневая система абсолютно здоровая. Все хорошо с этим цветком. Это то растение, которое со светлыми листочками. Вот. Сейчас буду также пересаживать, как и первое свое растение. Ну что ж, я пересадила все свои фикусы. Вот так вот они выглядят. Сейчас я их поставлю на место и покажу, в каком месте они у меня стоят. Еще хочу сказать по поводу ухода, да, в домашних условиях. Я эти фикусы подкармливаю один раз в год, весной. Вот как раз после пересадки я их подкармлю. И вот таким вот пульверизатором я опрыскиваю, ну, наверное, раз в неделю. Вот так вот. Один раз в месяц я их купаю, я уже сказала, да. И, конечно, вот будьте осторожны с местом, где они стоят, да. Запоминайте, как они стоят. После купания ставьте их точно так же, как они стояли. Как видите, на них прямой солнечный луч не попадает. Но они стоят в довольно-таки светлом месте. Ну, все, мои дорогие. Любите свои растения, и они вас будут радовать очень долгое время. Спасибо большое, что вы посмотрели мое видео. Обязательно, обязательно пишите мне комментарии. Пишите свой опыт с такими растениями, как вы ухаживаете. Ну, все. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok